Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим об импорте, экспорте из программы Adobe Premiere CC, программу DaVinci и наоборот. Именно тот факт, что вы сняли материал, футаж в формате RAW, вот эти все файлы у меня, RAW, то их воспроизведение для компьютера очень трудно. То есть для того, чтобы воспроизвести RAW, вам нужен иметь очень хороший компьютер. Последняя версия Adobe Premiere CC имеет поддержку RAW формата, то есть нативы он в реал-тайме может проигрывать, но я все-таки думаю, что лучше, если вы будете монтировать в RAW, хорошо было бы весь этот материал, монтировать вот секции Edit в программе DaVinci. Простые монтажи. Если этого вам не угодно, то есть вы хотите все-таки делать монтаж Adobe Premiere CC, для этого вам придется из этого RAW материала в программе DaVinci создать прокси файлы. Как это делать, сейчас мы научимся. Допустим, возьмем некоторые футажи, которые нам придется делать монтажа. Например, вот три футажа я выбрал. Давайте еще четвертый возьмем. Вот импортировал я в MediaPool. После того, как импортировал MediaPool, заходим в секцию Edit. Создаем тайм-линию. Давайте создадим TestProxy, назовем, например, GreatNew. Берем все эти файлы и бросаем на тайм-линию. Все наши файлы находятся на тайм-линии. Потом идем в Delivery. И здесь выбираем, нажимаем на правую кнопку мыши Select All. То есть выбираем весь материал, который у нас находится на тайм-линии у нас. Вот так. И нам придется все эти файлы перегонять в какой-то более легкий кодек, формат, чтобы работать на Premiere CC. Вот здесь выбираем в Delivery Render секции Output. Single Clip. Это означает, нет, то есть это мы не выбираем, просто я объясняю для чего. Single Clip означает то, что весь этот материал, 4 футажа, будет как один футаж, то есть миксированный. Нам этого не нужно, потому что мы отправляем для прокси файла, чтобы делать там монтаж. Из-за этого мы выбираем Individual Source Clip. То есть отправить каждый из этих клипов по отдельности в каком-то кодеке. Ну, выбираем, например, Quick Time. И здесь есть разные кодеки. Ну, я обычно для прокси монтажный кодек выбираю. DnHD. Ну, давайте какой-нибудь более легкий возьмем. Ну, пусть будет у нас, вот, 8 бит. Рендер аудио. Ставим галочку, чтобы все звуки вместе с видео рендерились. Потом идем дальше. Вот здесь RenderJob2. Нажимаем на Browse. То есть показываем, какую папку будут отправлены наши прокси файлы. Берем, например, какую-то вот папку вот здесь. Окей. И даже можно вот в этой папке создать субфолдер. Например, называть эти папки прокси файлы. То есть в этой папке ElnurClip.Ali создать еще субфолдер. То есть дополнительный под папку прокси файл. В принципе, здесь смотрим диск без юсид. Сколько у нас использовано диска в этой диске, в которой находится наша папка. И сколько осталось, остается после рендера. Так. В принципе, все. Ну, на любом случае, вот имея в виду, что у нас 2.5K оригинальный RAW формат. Можно еще вот эти For Seizing to Highest Quality галочку поставить. For Debar to Highest Quality. Это для наивысшего качества, когда он сделает скайлинг на Full HD из-за этого. Но имея в виду, что у нас прокси файл, мы эти галочки пока здесь не будем ставить. То есть нам качественный материал пока не нужен, потому что мы это, в любом случае, информацию отправляем для прокси. Все. После того, как мы сделали все настройки, можем индивидуально каждый канал отправить, создавать, то есть прокси файл. Делаем Add to Drop to Render. И вот наш рендер сейчас начнется. Если нажмем вот эту кнопку Start to Render. Нажимаем и ждем. Ну, как видно, рендер идет. Сейчас идет вот второй клип. Рендер показывает Real Time. Я пока остановлю, паузу сделаю. Итак, наш рендер закончился. То есть программа отправила все наши вот эти файлы по отдельности в какой-то из выбранных кодеков для рендера. То есть для монтажа. Просто для проверки сейчас я зайду в проверю ту папку, которую мы отправили. Сейчас. Вот. У нас эта папка находится вот здесь. Вот. Видите Blackmagic Video. Мы создали прокси файл под папку Subfolder. И вот здесь вот наши четыре файла, которые находятся здесь. Это очень хорошо. Значит, мы правильно все делаем. После того, как мы создали прокси файл, нам придется еще, если вы хотите. Ну, пока не будем об XML говорить. Давайте я другой вариант вам покажу. Закрываем программу. Даже не надо закрывать. Все это. Можно даже убрать это все. То есть здесь у нас был принцип работы, чтобы отправить файлы прокси для того, чтобы делать монтаж на программе Adobe CC. То есть это уже мы убираем. В принципе, там это уже не нужно. И все. Идем в программу Adobe Premiere CC. Открываем программу CC. И здесь создаем какой-нибудь проект. Но это уже никакой роли не имеет, в принципе, по-быстрому. И находим ту папку, где находятся наши прокси файлы. У меня они находятся в диске D. Вот находим здесь ту же папку, куда мы отправили наши прокси. Вот Элнур Клип. Вот наша папка Blackmagic. И вот там субфолдер находится под папкой прокси файл. Все наши четыре файла, вот видите, находятся здесь. То есть их можно в реал-тайм проигрывать, посмотреть. Вот видите, все. Давайте сделаем какой-нибудь монтаж. По-быстрому. Например, возьмем вот этот кусок, возьмем. Бросим сюда. Ну, импорт надо делать сперва. Создадим секвенцию. И посмотрим. Делит. Вот я этот кусок возьму и брошу вот на первый канал. Потом возьму какой-нибудь... Давайте вот средний план возьмем. Вот. Опять возьмем этот кусок. Восемь сюда. Сделаем маленький вот такой. Потом возьмем крупный план. Сейчас. Вот. Вот. Ну, я по-быстрому все делаю. Все такое. И... Давайте еще вот возьмем этот план какой-нибудь здесь. Как она дышит. Вот. Смотрит. Это положим на третий канал. Вот видите. Три видео трека у нас. И на самом конце еще. Если хотите, можем вернуться еще этот план поставить сюда. Я по-быстрому все делаю для монтажа. И еще общий план какой-нибудь. Вот возьмем этот. В принципе, допустим, это наш монтаж. Давайте просто я вам мутер сделаю и посмотрим. Вот. Все хорошо. В реал-тайм проигрывается. Да. И... Так. Все. Допустим, мы закончили монтаж. Что делаем дальше? Отправляем этот файл. Export. Final Cut Pro. XML. Но имейте в виду, что иногда возникают некоторые проблемы с экспортом XML. Из-за этого просто загрузите последнюю версию Adobe Premiere Pro. Вот у меня стоит версия CC 7.1. И он нормально делает экспорт программу DaVinci Resolve. И в DaVinci у меня стоит версия 10.1. Так. Делаем экспорт XML. И даем название. Монтаж. Монтаж. Сцена бокс. Сцена бокс. Вот так. Сохранить. То есть мы отправляем XML. Давайте еще... Я еще вам одну фишку здесь покажу. Давайте все это мы сделаем. Некоторые переходы тоже добавим. Чтобы увидеть, что в реал-тайме он тоже некоторые эффекты поддерживает. Сейчас найдем какой-нибудь простые эффекты. Например, Deep to Black. Вот начнем. Пусть начнется вот так наш клик. И здесь в некоторых местах сделаем какой-нибудь кодисолив. Вот, например, здесь. Так. Все. Еще раз сделаем экспорт. Финал экспорт. И сохранить. Заменить. Да, конечно. Все. Вернемся в программу DaVinci Resolve. Это уже закрываем. Нам это не нужно. Но я уже не буду сохранять сессию. Так. И здесь. Если даже мы можем убрать, допустим, это Remove. Все Media Pool. Даже это можно удалить. Delete. Я забыл. Делать. Delete. Делаем. Так. И допустим, вот мы открыли еще новую DaVinci. Без никаких Media Pool. Там ничего нет. Все пусто. Что делаем? Идем в секцию Edit. Вот отсюда. Нажимаем на кнопку File. Import. Вот здесь есть форматы a, EDIL и XML. Имея в виду, что мы отправили XML по XML от программы AdoPremier CC. Нажимаем. Находим нашу папку. Куда это мы отправили? Диск D. находим нашу папку вот здесь. Вот наш xml файл. Монтаж сцена box. Open. И здесь одна фишка. Как вы знаете, мы делали монтаж на прокси файлах. То есть мы работали с каким-то монтажным кодеком. То есть если мы будем импортировать этот файл сюда, мы не сможем работать на RAW файлах. Из-за того, что вы работаете в оригинальном RAW файлах, здесь есть вот такая секция. Автоматикли импорт сорс клипниту медиапул. Если мы уберем эту галочку, то файлы, которые мы создали, прокси файлы, они не будут импортироваться сюда. То есть нам придется заменить эти файлы оригинальными RAW файлами. А если ставим галочку, xml, просто как переимпортирование, будет импортировать в прокси файлы, которые мы создали. А нам этого не нужно, потому что мы хотим делать ColorGrade в RAW. Из-за этого убираем эту галочку. Нажимаем ОК. Вот. Сейчас он нас предупреждает, что некоторые файлы он не может найти. C-Close. Так. Вот. Саму секвенцию DaVinci открыл. Даже вот видите, переходы, транзишен здесь. Как у нас было все это в программе Adobe Premiere CC. Но где же файлы? Я же вам сказал, мы же не поставили галочку, чтобы он импортировал прокси файлы. Чтобы найти файлы, что делаем? Нам надо указать в программе, чтобы вот эти файлы перелинковать к кардинальным RAW файлам. Из-за этого вернемся в Media Pool. Просто берем вот все эти файлы, допустим, и бросаем в Media Pool. И он автоматом сам найдет эти файлы. Потому что в названиях мы ничего не изменяли. Вот. Это все просто. То есть вы собрали материал там, прокси файлы, а ColorGrade вы будете здесь делать. Давайте посмотрим. Немножко уберем звук, чтобы не мешало нам. Здесь тоже уберем некоторые места. Звук очень... Ну, сейчас дело не в этом. По-бустеру я все сделал. и все. Вот. Итак, вот, сейчас он как видно делает свое дело нормально. видите, из салии отсюда начинается даже переходы. здесь. Вот. То есть, это означает, что обычные переходы он тоже поддерживает. то есть можно все это сюда импортировать. ну, вы сейчас поняли, как всю информацию можно перенести в монтаж из Premiere CC до Винчи. А если вы, например, эту же композицию хотите еще раз после того, как перекрасили, еще раз отправить по отдельности программу а то, например, CC что надо делать? Давайте сделаем какую-нибудь просто коррекцию по-быстрому. Сейчас. Давайте по-быстрому какой-нибудь я брошу туда лют. Давайте по-другому вариант. Я сделаю вот только table output. Возьму какой-нибудь ну и код лют просто по-быстрому. Ну пусть будет этот лют. Да. Сейчас просто исправляем немножко файл. Пусть будет крашенный файл у нас вот такого плана. Да. Второй канал тоже. немножко исправим контраст. Допустим. Здесь тоже немножко исправим контраст. Я просто это для быстро делаю работу, чтобы показать принцип работы. Так. Это тоже исправлю. Ну допустим создали какой-нибудь color grade. здесь тоже исправим немножко. Среднего поднимем. Там убедем сатуречную добавим конечно же. И самый последний слог. сделаем обработку. Вот так. И допустим у нас есть уже сделали мы коррекцию вот с цветом. Как нам это по отдельности отправить в Adobe CC и там открыть все эти клипы по отдельности. Что делаем? Опять заходим в Delivery здесь Show Frame сделаю. Заходим в Delivery вот уже конечный материал когда мы хотим выводить делаем опять Select All выбираем весь материал который находится здесь и здесь есть два варианта опять таки если вы хотите чтобы миксированный весь этот материал выводить со звуком выбирается Single Clip то есть весь материал будет как один то есть миксированный там не будет отдельных футажей а если вы хотите индивидуальный раскрашенный клип отправить в Premiere Process тоже не проблема поставить галку здесь индивидуальный source клип и здесь уже выбираете тот формат который более качественный но это уже зависит от вас сами выбираете давайте я сейчас выберу ну самый крутой вот 10-битный вариант вот этот возьму ну здесь конечно есть dpx sinion tif jpeg 2000 и avi ну я всегда привык работать с quicktime из-за этого выбираю вот этот кодек та же самая процедура просто я здесь вместо прокси файлов subfolder создам колор колор грейд папку то есть я уже буду знать что здесь создана колор грейд версия футажей так еще раз это удаляем делаем смотрим все наши вот здесь нам придется поставить кнопку force easing to high quality и дебай потому что нам как даже при рендере это конечный рендер нам нужен качественное изображение и все по-моему все настройки у нас правильно стоят точку здесь рендер аудио надо поставить и все делаем add drop to render и начинаем опять делать рендер start итак наш рендер закончился он успешно сделал рендер после того как мы сделали рендер заходим в edit для того чтобы эти раскрашенные файлы открыть программе Adobe Premiere CC нам придется еще делать вот такую процедуру надо сделать экспорт файла и здесь мы напишем например color color test color test davinci и чтобы этот xml отправить save и вот готово давайте просто для точности проверим папку да вот мы создали создали вот здесь color test davinci xml а здесь у нас да вот все наши да папки эти папки я по ошибке наверное создал ничего пусть они останутся вот самое главное что он рендерил наши файлы xml здесь опять давайте закроем davinci минимум сделаем откроем программу Adobe Premiere CC и сейчас уже мы будем делать импорт xml файла открываем папку import вот наш xml файл color test davinci открываем на это не обращаем внимания вот наш проект нажимаем два раза и вот весь наш материал со звуком с переходами и со цветом то есть как и должно было бы быть перекрашены по отдельности и здесь дополнительно вы еще можете звук писать постпродакшен заниматься насчет аудио и в самом конце я хочу свои мысли сказать вообще об этой процедуре все-таки я думаю что лучше делать монтаж и простой монтаж в самой программе davinci потому что он в реалтайм raw форматы здесь легко посмотрит посмотрите вот работает все очень отлично резать разрезать я уже рассказывал об этом на наших уроках о секции edit то есть здесь тоже то же самый принцип если немножко постараться можно здесь полноценный монтаж сделать даже не прибегая к услугам адоб премьера сиси но здесь есть еще один фактор в адоб премьере сиси есть очень хорошая функция отсюда вот можно звуковые файлы обрабатывать при помощи программ адоб аудишн которую этой возможности в davinci нету если вы будете делать монтаж клипа то наверняка вам не понадобится адоб аудишн то есть на нижний канал какой-нибудь вы бросаете аудио музыку фонограмму и под нее уже настраивать синхронизировать материал видео то есть для монтажа клипов davinci идеальный вариант но для озвучки фильмов дубляжа и для серьезной работы конечно же с аудио здесь работать вам будет очень трудно практически невозможно из-за этого выбор вами я например свои музыкальные клипы делаю монтаж davinci потому что имея ввиду что здесь даже можно налаживать эффекты вот даже здесь есть вот вот все эффекты сапфир нить видео фильм конверт то есть то что мне нужно я могу делать davinci работая в нативном формате raw то есть никакой прокси файл я не создаю но если вам это трудно ну я вам показал как это делать программу адоб премьер cc я думаю что на этом наш урок заканчивается спасибо всем что смотрели на этот урок поговорим до до Продолжение следует...